Практическая психология Эти эмоции, которые живут в нас Они бывают и положительные, и отрицательные Но мы все равно их должны так или иначе отразить И иногда просто поговорить, прийти Этого бывает недостаточно Да, я совершенно с вами согласна Потому что чаще всего у нас просто в культуре Не принято выражать яркие эмоции Как негативные, так и положительные Но положительные, конечно, приветствуются Но чаще всего именно с негативными всегда небольшие проблемы В плане того, что нас не учат, как их выражать Или еще хуже, наоборот, говорят Не смей этого делать Хорошие девочки не злятся Хорошие мальчики ни в коем случае не дерутся Не плачут И в итоге получается, что вырастают из этих мальчиков и девочек Которые очень бы хотели проявлять свои эмоции Вырастают люди с такими мышечными И психологическими, я бы сказала, проблемами И мышечными зажимами Напряжением Что же делаем мы с вами, как специалисты И мы помним о том, что нас слушают не только люди Которые увлечены психологией Или у которых это является профессией А люди, которые могли бы послушать нашу программу Принять к сведению эту информацию И, может быть, даже где-то себе помочь использовать ее То есть, видите, мы рассматриваем работу с отрицательными, например, эмоциями В плане их проработать Не слить Как мы чаще всего бывают Пойдем на дискотеку Потанцевали Хороший бокал вина Например И вроде бы неплохо Получается, если напряжение до ватерлинии доходит Ну, до какой-то нашего В зависимости от нашего темперамента Силы нервной системы То вы ему просто сходили и слили Но не проработали Или прокричались Прокричались Взяли, скандал устроили из ничего, да? Ну, да Не в том месте, не с теми людьми И потом потеряли лицо, называется Ну, да То есть мы, скорее всего Вот я в данный момент Когда работала вот именно по телесному направлению Именно чтобы было место, где можно было потерять лицо А потом его найти и спокойно выйти То есть у каждого человека должно быть такое место Я его называю местом силы Да, где ты можешь себя проявить вообще в любой Своей, с любой стороны Да, снять маски И тебе не будут оценивать Хорошо это или плохо Что делают хорошие мальчики Что делают плохие там девочки Так где же живут эти самые негативные эмоции? Ну, в принципе, эмоции, они у нас закладываются как базовые Да, первоначально всё равно ребёнок Сказать, видите, эмоции Это просто отреагирование на какие-то обстоятельства Они бывают бурные От аффекта до спокойного настроения Поэтому мы, я думаю, не будем вот эту классификацию рассказывать Не будем Мы о ней уже несколько раз даже говорили Другое дело, что смотрите Очень многие говорят, что у меня эмоции живут в голове А у кого-то, кто-то говорит Нет, я вообще эмоционирую только сердцем Кто-то говорит, вообще мои все эмоции живут вот тут вот в руках Кто-то утверждает, что это вообще тема ног То есть у каждого будет индивидуально? Скорее всего, нет Есть такое базовое ядро Просто каждый будет чувствовать индивидуально Оттуда идут и психотипы И даже если половую энергетическое Как вот заряженные места в человеке То есть мы просто будем говорить Что у каждого человека есть своё энергетическое заряженное место в теле Чем он реагирует? Или наоборот То место, откуда всегда выходит эта эмоция Как туннельный уже момент Тут недавно видела карикатуру такую интересную Мне она очень понравилась Я даже сфотографирую её Показывают, чем отличается мужчина от женщины Значит, у женщины огромный нарисован рот И там как бы крик идёт Она именно таким образом пытается выразить то, что она чувствует А у мужчины прямо голова в виде котелка Который всё время кипит-кипит И крышечка периодически лишь только открывается Чтобы выпустить пар Такие мы все разные И эти самые негативные эмоции Мы их не можем ведь долго сдерживать, правда? То есть если они у нас уже появились То надо искать выход Ну смотрите, давайте начнём Базовые у нас всегда несколько эмоций Получается, первые, когда ребёнок рождается У него базовая эмоция То есть самосохранение – это страх Потом вот интересно, что гнев – это была свобода движения То есть ребёнок гневается, когда его спеленывают сильно И вот начинается Здесь уже проявляется Или ребёнок смиряется, когда его плотно запеленали И тогда он просто спит Да, это вы знаете Ну как бы смирился и уснул Типа вышел из ситуации В любой ситуации спит, называется Или это вот называется, знаете Это как психология льва То есть бороться с пелёнками Ручками, криком всем Или психология кролика Пассивная Смириться, ну и найти выход Ну и буду спать Кстати, как вот вы, зная все эти подводные течения Как вы вообще относитесь сейчас к спелёнованию? Вот у меня между детьми 10 лет разница Первый, да, тут ещё мы были все молодые Не совсем опытные Не совсем опытные Да, там было как бы спелёнование Второй, вот 10 лет разница Был, ну вот уже Было понимание, да? Да, понимание, всё по-другому Он был в ползунках Сразу в ползунках И сразу в свободу, в движении И сейчас вы видите, как они развиваются Они по-разному развиваются Они разные Они очень разные Даже думаешь, из одной ли семьи Ну не будем сравнивать, да, детей Да, да, они разные просто Один, они прошли разные периоды Один рождён в 90-е, в 94-е Другой рождён в 2004-м Это уже другие И не важно, что одни родители, да? Да, да, да Итак, что же дальше? Когда вот этот процесс называется, да? Или боремся, или же смиряемся? Еще последнее не сказала Есть еще удовольствие Причем, знаете, это реакция Когда, ну, человек или детёныш там Или ребёнок испытывает от раздражителя удовольствие То есть это мягкая мама Или мягкая игрушка Почему даже опыты показывают на обезьянках Или жёсткая контурная игрушка с соской Или без соски, но мягкий медведь И пусть я буду голодной, но в тепле И вот в этом, в тёплых объятиях медвежонка Так и здесь То есть три базовые Страх, гнев и вот удовлетворение Потом уже начинают В два-три года уже социальные Как стыд появляется Что как, например, ах, какой плохой мальчик Там в штанишки сходил То есть уже идёт какие-то пристыживания социальные То есть как меня расценят Да, как меня расценят Или чувство вины Да, я в чем-то виноват Сейчас, если мама с папой ругаются Я не понимаю, из-за чего Наверное, я виноват Да, тут уже вот эти, знаете, вот интересное направление В трансакном анализе Правильно ли я проговорила Вот, там про рэкетные чувства То есть на базовые истинные чувства Накладываются как одеяло Вот эти социальные рэкетные Когда вот это С помощью которых нами можно управлять Да, и скорее с помощью которых Мы подстраиваемся в этой жизни Если маме нужно, чтобы меня обвинять Да, я буду Разлом отпущения Извините меня Если мне нужно, например Вместо любви меня жалеют Я буду чаще всего таким Ну, вот таким Ну, как это сказать Немощным Не жалким А каким-то вот таким способом То есть вызывать такие эмоции Чтобы меня ещё раз пожалели Да, потому что Надо быть в контакте То есть в контакте с мамой С этим окружением Где родился ребёнок И ребёнок В общем-то Это ведь тоже Приспособление Да, адаптационные такие системы Да, только не всегда Они бывают здоровыми Да, мы про это говорим Видите, ребёнок чаще всего Если от меня уйдут Я один не выживу Всё равно вот этот страх Что, да, ребёнок один маленький Он не выживет И он адаптируется уже Вот именно для этого мы и делаем Да, получается Что мы проживаем Целую гамму эмоций Мы понимаем, что с некоторыми из них Мы можем не справиться Да, поэтому мы включаем Адаптационные системы И привлекаем к этому Ко всему Вообще всю свою систему семейную Ну да, то есть начинаем Манипуляции Ну да, иногда манипуляции А скорее просто желание Внимания, любви и принятия Знаете, всё, что угодно Лишь бы не пустота Или не игнор, да Чтобы только меня видели Слышали, замечали Пусть не можете любить Хорошо, давайте мне тумаков Но лишь бы не пустота То есть это тоже как эмоции Со знаком минус Я не могу выдать те эмоции Когда вы будете довольны со мной Хорошо, я выдам эмоции Когда вы недовольны Но энергии дадите столько же И вот смотрите, Таня Получается, что Вот совсем с этим Да, ну Без базы психологических знаний Мы, как родители Начинаем Ну, видим Вот ребёнок родился Он растёт Мы как-то его формируем Личность, да Мы, конечно же, оказываем На это всё Огромное влияние И потом Он вырастает И вот тут Начинаются такие процессы Когда Ну, уже подросток Даже приходит И говорит Я У меня нет сил учиться Я не могу вообще Там Ни с кем найти общий язык Да Это же вот Получается, я не чувствую себя Себя И это вот как раз Вот бодинамика Если перескочить Она как раз Это такое Жизнеутверждающее Направление Когда человек Сохраняет чувство Собственно достоинства Именно там Очень мне понравилось Именно достоинство И сохраняет Контакт с миром То есть получается, что Вот вообще для всех Начиная с подросткового периода Да И для всех взрослых Есть в телесно-ориентированной психологии Такое Да Вот направление Так бодинамика Бодинамика Да О чем это? Про что это? И с какими ситуациями Мы будем с вами работать? Ну, бодинамика Это скорее Как бы направление Телесно-ориентированной терапии На ресурс На поиск ресурсов В теле Нераскрытых ресурсов Когда Вот, например В процессе Да Какие-то воспитания Каких-то, может быть Психологических Трамп Социальных Трамп Мы же Ну, как сказали Из детства Никто здоровым не уходит Ну, может быть И слава богу Да Потому что мы там Именно там в детстве И Да Начинаем Понимать себя Получаем Вот И это как раз Именно то Что не раскрылось Например Осталось Ну, в таком Спящем состоянии Вот именно Как раз Бодинамика Позволяет Раскрыть Вот эти ресурсы В теле И еще Глубокое уважение Ко всей истории тела Ко всем Психологическим защитам Каким-то неправильным Ну, паттерным Ну, как бы привычкам Которые срабатываются Вот это всегда Не то, что ты там Неправильно делал Тебя неправильно воспитывали Да Ну, жизнь так сложилась Но ты смог Ты адаптировался Ты выжил Ты пришел к нам В кабинет Для того, чтобы Ну, измениться Вообще Расскажите, что это за инструмент В руках психолога Да Кто автор Этой методики Так Это Датская Система Она В 60-70-е годы 19-го века 19-го 19-е 1960-е годы То есть это такое Ну, новое Новое направление Наверное, 20-го тогда века Получается А, да 20-го 1900, тогда 20-й век Да, да 20-го Вот И здесь скорее Рассматривалось Развитие ребенка И развитие его тела То есть на протяжении Как ребенок Начинает осваивать Какие-то навыки И тело тоже Начинает осваивать Навыки движения Вот переворачивания Доползти до игрушки Например Ну, как-то Потребовать К себе внимания Самому что-то сделать И поэтому Там также есть Различные Как бы Этапы Этапы, да Этапы развития И этапы развития Начинаются От Ну, от Трех месяцев Беременности То есть закладка Внутриутровная Да, внутриутровная И Именно Развитие Тела Как такового До 14 лет То есть как бы Запуск основных моментов Таких базовых моментов А и в дальнейшем Просто идет Ну, по жизни Уже человек Как бы Вот с этим Развитым телом То есть здесь Рассматриваются Мышцы Как психологически Наполненные То есть мышцы Как флешка Как флешка С информацией Из детства То есть Правильно ли я понимаю Если приходит Взрослый человек Да К вам Как к психологу Который владеет Вот этим Телесно ориентированным Направлением То Можно скорректировать Какие-то Травматические Ситуации Какие-то Может быть Даже дефицитарности Какие-то Упущения Да И прожить это можно Через мышцы Через мышцы Через тело Да То есть психолог Выступает Как мир Окружающий мир То есть Ну как Как значимое лицо Контактное Получается Например В образе мамы Папы Нет Это скорее Нет Просто как в образе Объекта внешнего мира Все поняла То есть здесь нет Вот видите Как бы переноса Здесь скорее Например Причем он такой Поддерживающий Будет мир Да Любящий Да Принимающий Потому что Когда видите Тут идет работа Как бы физическая нагрузка И идет вариант Ты мне проговаривай Большая нагрузка Или нет То есть человек Должен Создается ситуация Успеха То есть он Не вваливается Туда Где например Просто отодвигания Рукой идет Через силу Обсуждается Ты должен преодолеть Но смочь Преодолеть Чтобы была ситуация успеха То есть именно Закрепление И иногда правда С людьми работаешь И говоришь Ну вот Они говорят Что можно так То есть именно Чаще всего Вот это разворот руки Нет Или наоборот То есть всегда Иди сюда Уходи То есть работа с границами И поэтому У людей Просто ты видишь В глазах Такой щелк Что так можно Я говорю Так нужно И так можно То есть вариативность И тогда Знаете Очень удивительно То есть Такой инсайт Удивление И через Ну там 72 часа Есть же законы Психики Законы усвоения Информации телом У человека Это становится Естественным То есть Да Единственное Нужен навык мышечный Ну закрепить пару раз То есть отработать Невозможно Например Отработать Отжиматься Там например Если именно Работать С руками А именно В контакте с миром Можно там Друзей попросить Этого же мужа Детей То есть И они что-то Отработают И ты поработаешь Вместе с ними Вместе с ними При этом Ты не будешь Их лечить Знаете Эта тема А просто Ну да Просто вот Раскрытие потенциала Физического И так происходит Это такой Своего рода Комплекс упражнений Правильно ли я понимаю Да У настояний комплекс Да На каждом этапе Ты просто видишь Внешне Мышца Рабочая Она Нерабочая То есть Знаете Там отклик Гипа То есть Берешь Иногда человека У него рука Прямо Ну как Жидкая мышца То есть Пассивная Нет силы В мышце У кого-то Берешь Прямо Такое Как Узел Мышечный У кого-то Берешь За руку И смотришь Такое Нормально Тонус хороший И вот именно От реагирования Кто-то уже Когда-то сдался Вот это И ты просто Эту вот мышцу Создаешь Заново Заново Да Заново Как бы импульс Озарение Что так можно И там мне нравится Знаете Девиз Что никогда не поздно В любом возрасте Да Меня скорее Это вот восхитило И вот именно Вот это название Как-то повело меня Что я поехала учиться В Самаре был Благодичный курс И вот как раз Эрик Ярлнес Сам приезжал И это конечно интересно Когда с основоположником Общаешься Они какие-то Всем другие Люди Ну это Почти от первого лица Да Это их детище Да И поэтому Они конечно же С любовью Передают свои знания Когда Значит Когда этот метод Мы бы Ну вот прям Прекомендовали В каких ситуациях Когда мы что видим У человека Когда он с каким запросом идет Вот мы можем сказать Например Ко мне пришел Да Человек И я понимаю Что Вот Тими классическими Инструментами Которые у меня есть Я например Ну как бы не буду так Эффективна Как например Боди-динамик Это знаете Чем хорошо Головой нужно тоже Прорабатывать Головой проработаешь Но ты потом еще Созависимые отношения Созависимые отношения Привязанность Она может быть На уровне Вот именно Первого года Когда человек Просто это не помнит До речевого периода И это знаете Бывает момент Человек Не может Выразить Им Говорит Что ты опять Тупишь там Например Не можешь И ты понимаешь Что человек Вваливается До речевой период То есть вот Взрослый там Ну клиент Просто он может Ввалиться туда Ну знаете Как бы такие ямы А вот например Приходят клиенты Говорят Да у меня вот есть Там любовная зависимость Мы можем работать Да С любовной зависимостью Через телесно-ориентированную терапию Вот через это направление Ну да Вот как раз Именно соблюдение границ Ведь когда Любовная зависимость Это слияние Стремление к слиянию Вот этому Базовому потребности Мне комфортно С этим человеком Я хочу Чтобы меня любили Да Любили Раствориться Да То есть может быть Раствориться в нем Можно И я думаю Тут смотрим Просто Например Когда человек Все берет На свои плечи То есть Волевые структуры Вот это вот Педагоги Такие мамы Очень ответственные Психологи Ну да Не проработанные Ну вот И тоже можно Проработать Как бы на всех Этапах Там смотришь Потому что Даже Знаете Эффект ползания То есть Используешь То есть Это в принципе Такая Как это правильно сказать Такой симбиоз Я вот так слышу Да Там есть И упражнения Наверное Из кинезиологии Какие-то Да Определенные Да И в то же время Нейропсихология Вот пожалуйста Да Если у нас есть Какой-то этап Который проваливается То мы что с вами делаем Мы его тут же Да Отрабатываем И даем То есть Где эмоции живут В голове В лимбической системе Знаете Как центр управления Получается И можно проработать Да Мы прописываем Что-то рисуем Сейчас вот именно Стало вот именно Процветать Вот нейрографика Когда Простройка новых нейронных Сетей То есть Вот это То есть Ты в принципе Перезагружаешь флешку Если вот так Переходить Да То есть Перезагрузка идет Причем Она С позиции Как бы Поиска ресурсов Да Всегда с поиска ресурсов Не то что я сейчас Буду разбираться Нет И Застревать Вот в этих Каких-то психологических Травмах И ситуациях Которые были Болезненными Невыносимыми Да А я Может быть Даже в них сейчас И не буду входить Может и не надо Я просто беру И наполняю себя Тем ресурсом Той Необходимой для меня Информацией Да Силой Не знаю там Энергией Для того чтобы Двигаться дальше Ну единственная тема Там заключается в том Что должно быть Контактное лицо То есть Нельзя Ну можно От стенки Там например Отталкиваться Все Должно быть Контактное лицо Живой объект Как бы Потому что Все эмоции Мы все равно Как бы на кого-то Или на что-то Переносим Как часто приходят К подростки Вообще Можно ли с подростками Да Нужно ли с подростками Да С подростками Скорее всего Вот в свое время Мы Вот у нас был Детский лагерь Пришкольный Мы Некоторые моменты Вот именно Про работы Потому что Подросток Ему надо справиться Со своими Вот Ну даже гормонами Поднимающимися Даже теневыми чувствами И здесь Как в принципе Лев в шкафу Да Что нужно Просто Ему приручить Свои эмоции Не загонять их И не забивать Вот знаете По-моему Клариса Эстас По-моему Бегущая с волками Есть Закрыть Голодных псов Включить погромче музыку И не слышать Как они там царапаются Вот А именно Приручить Чтобы Ну тень знала Свое место Да И в то же время Да Я ее не игнорирую Эту тень Потому что Она для меня является Да Хорошим Ресурсом То есть да Скорее всего Но это такая Тонкая грань И есть идея Вот именно Работы с эмоциями Даже вот такая Программа Начинала со мной Разрабатываться Но видно Не хватало Каких-то пока Вот Знаний Дети любят Практически Типа вот Покажи Я поверю Потому что Или почувствуй Потому что Мне тоже бывает важно Да Я выхожу от тебя И мне стало легко Хотя до этого Мне казалось Что мир Сильнее чем я Да 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 Был вот Момент Мы работали С мальчиком Что да С прореагированием Агрессии Вот именно Что созданы были Условия Маты Все Когда Ну он мог Прокричаться Там вот Именно Тут смотрите Видите Не просто агрессировать Ты должен контролировать Правильно Выпускать энергию Тут еще мы учим Именно Заземляться Осознанно работать Не просто Вот знаете Все пошло Бить Все В аффект Нет А именно Сначала ресурс А потом Именно Работа с эмоциями То есть Человек должен быть В ресурсе Сначала наполненным Вот Таня Правильно ли я понимаю Что это Такая система Определенная То есть Нельзя просто К вам прийти Один раз Или Каждый человек Решает сам Сколько ему достаточно Или есть определенные рекомендации Что мы рекомендуем Если вы начинаете работать Со своей эмоциональной сферой Это должно быть Там 5-10 раз Это должно быть В системе Это должно быть Там Абонемент на целый год Как вот это все происходит Вообще Скорее всего Как эффективно Эффективно Ну Мы же чаще всего Знаете Когда что-то Монотонно Изо дня в день делать Это и есть Конечно здорово Система Кайзен Да Минута в день Но изо дни В одно и то же время Ты нарабатываешь По крупицам Здесь скорее Просто человеку Становится легко То есть На каком-то этапе Жизненный Он был Ну как бы такая Загвоздка Ты прорабатываешь И он Опять уже дальше идет Спокойно Просто ему предлагаешь Хотите дальше Можно вот это и это Но не чешем Там где не чешется Вот по идее Главное чтобы клиент Был счастлив Со своим диагнозом Но и не причинял Вреда другим Да Это тоже конечно важно Хорошо Что мы с вами можем Порекомендовать Давайте еще что-нибудь У нас есть время Прямо интересное Вы можете рассказать Прямо влюбите нас Пожалуйста В это В телесно-ориентированное Направление В телесно-ориентированное Направление Влюбить Ну мне Как я влюбилась Да Мне понравился девиз Никогда не поздно То есть мне это Просто Вы сейчас не рассказываете Я уже тоже хочу Прямо И там многоточие Идет в кавычках Потом Знаете Многие вещи Там же Как и в любой психологии Там же все структурировано Если вот у нас есть время Я просто перечислю Что достаточно интересные Возрастные этапы Подобраны То есть есть первая структура Существования То есть Я есть Если вот так взять Духовное направление Что Я есть И поэтому Есть в этом существование Отклонение Когда например Беременность протекала Тяжело Даже если ребенок Ну ожидаем Все Ну у мамы там Давление еще что-то И вот бывает Что А у ребенка там В животике у него Ну как бы опасно Но он создает Такой свой внутренний мир Чтобы выжить И вот это бывает Такие ментальные дети То есть Дети живущие в своем мире Это вот аутизм Да Который мы с вами наблюдаем Ну это как бы крайняя стадия Но чаще всего Все равно Люди какие-то такие У них глазки Знаете бывает Так смотришь Здесь ли он или нет Такой И улетел Интроверты Да-да-да Сам в себе Но при этом Но при этом Да И так же Вот как бы Эмоциональные Уже у них глаза Прямо Знаете Такие энергетически Заряженные Блестят И они прямо Так Знаете Взглядом Держат тебя Вот Так же И получается Что Например Когда с мамой Разговариваешь Когда мама приходит Вот ребенок Какой-то такой Закрытый Как бы Как вещь Сама в себе Ты можешь Объяснить Узнавая Вот как бы Как проходила беременность Что объяснить Что вот так бывает И Мамам становится Легче Именно Как бы Информационная Сторона Здесь просто Даже Ну для меня Было раскрыто Некоторые вещи Мне стали понятны То есть Вот есть Первая структура Существования То есть Это вот Да Когда ребенок Рождается Потом идут Потребности Когда тоже Или ребенок В отчаянии Ждет Внимание Или он Не доверяет Кому-то Что вот От вас Ничего Не дождешься То есть Бывает Проси не проси Все равно Не дадут Да да Ну бывают Вот дети Даже по фигуре Ну вот Опять Мне не покупали Игрушку То есть Он все Схлопнулся Тут все Закрылся Или другой Вы меня опять Обманете Ну то есть Вот даже Мы например Видим с вами Ребенка Там даже Сутулость Да 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 Склюз Всевозможно Да Это же тоже Свои уроки Да То есть Тело Она все расскажет Тут скорее Это не значит Что это плохо И хорошо Но так получилось Вот такой Жизненный урок был Да да Наша задача Не дать оценку Хорошо или плохо Наша задача Помочь Да Объяснить И ресурсировать Да То есть Объяснить Что Никогда не поздно Исправить Просто нужно будет Потрудиться Единственное Что могу сказать Да Ты потрудился Но ты все равно Будешь иногда Влетать Вот в эти базовые Они все равно останутся Ну как вот Мы зачесываем волосы Например на одну сторону Как бы ты прическу Не делала По привычке Раз И все легло Но ты быстро будешь Выскакивать из этого состояния Потому что у тебя уже есть Этот опыт успеха Да 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 И ты раз Ну скатился Потом так Че это я Раз и выпрямился Причем это не насильственно Так Нужно позитивно быть Нужно улыбаться Все А ты как-то Да там побыла Но там тебе хорошо В новом Вот именно состоянии Полученном Ну что у нас еще Автономия Это вот три года как раз Трех лет С восьми месяцев До трех лет Там знаете как бы Там Этапы не идут Как ступеньки Они как бы Наслаивают Как слои Да 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 То есть Знаешь как бы Многослойность Одно видно из-под другого И вот это вера в себя Я хочу Я могу Да Вот это как раз Этот этап Да Проживание Да 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 Там еще нет Следующий Воля Вот он с двух До четырех лет Когда вот он Да Я хочу Я все могу сделать Там вот такое Или например Вот как раз воля Здесь еще воспитание Или например Ребенок пошел Ударился Ну об стул Запнулся Он говорит Ах какой стульчик плохой То есть вы именно Осуждающий Воспитывает Это стульчик виноват Не я Не ты Да да Вот эта тема Вообще весь мир виноват Это стульчик У меня даже здесь Конечно стульчик виноват Что ты запнулся Ну и вот тут же Формирующий Приносящий себя В жертву То есть да Я все отдам Чтобы вы меня любили Вот Ну а золотая середина Всегда есть две крайности И золотая середина Когда ну как бы Формируется Ну такой здоровый стержень И в дальнейшем Другие этапы Смотри Интересная вещь Когда мы Например Даже ты сейчас рассказываешь Да И у меня перед глазами Свой сын Например подросток Да Я понимаю Что даже когда я ему говорю Выприми плечи Там еще что-то Да Это Но это всего лишь для меня Слова И он говорит Мам слушай Я уже такой сформировался Я уже такой и буду Вот понимаешь Да Вот тебе такое Люби меня такого В моем ресурсе Да И конечно я Куда деваться Я ее люблю Очень-очень люблю Да Но мне все равно Вот эта вот Сутулость там Да Кажется что Ну вот чем помочь-то Чем помочь-то Да Вот в этом Оказывается вот пожалуйста Одно из направлений Одно из направлений Даже дать ему прожить Еще раз Вот эту историю Да Почему вот Хочется Как будто бы закрыться Да Хочется спрятаться Да То есть смотри Страдания Когда они осмыслены Или какая-то вещь Они уже перестают Быть страданиями Это уже задача Которая Как головоломка Просто берешь и решаешь Берешь и решаешь Если ты хочешь Если ты Это нет вторичной выгоды Ну да Конечно Вот Эти истории Очень интересные И старые как мир Даня Давай мы сейчас С тобой попробуем Сориентировать наших слушателей Если им интересно Стало вот именно Это направление В психологии Да И хочется попробовать То где им Что можно почитать Что посмотреть Вообще Какую ты любишь Читать литературу Да Нам интересно Я всегда интересуюсь Даже самим специалистом Что ты можешь Порекомендовать Нашим слушателям Единственное Вот бодинамика Там есть Ну специализированная Литература Она Ну я Она интересная Но мне кажется Она немножко Будет сложна И скучна Но она интересна Для специалистов Даже вот именно Рассмотреть Какого-то другой Грани Тела Например Ну Что бы я посоветовала Если оттолкнуться Вот от нашей темы Эмоции Может быть Это будет Ну как бы Заезженная тема Но именно Почитать книгу Ешь, молись, люби Фильм он хорош Джулия Робертс Хороша Но именно в книге Ешь, молись, любви Вот она рассматривает Как раз проработка Ее негативных эмоций Когда у нее пошел Депрессняк То есть тупиковость И как вот это Базовые потребности В Италии Наела С приятными людьми Потом вот молись Там целая глава Очень большая Как она там И с агрессией столкнулась Да, и про духовное развитие Я думаю Ты читала же ее Да, 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 конечно И видела, что все было хорошо Ресурс набрала И она там злилась Вот знаете И еще раз я столкнулась С одной очень интересной женщиной На бодинамике Мы познакомились Она цигун Уехала изучать в Китай Месяц она вот там Цигун, цигун Через месяц раз И в нее как бы вот такая Агрессия проявляется Агрессия пошла Просто, знаете Пошло присвоение Этой агрессии Вот Это же надо с этим Столкнуться Да Принять это Но при этом был ресурс Сначала Человек наработал В книжке она наела Там Она смотрелась Ну вот на любознательность Была у ней все И потом вот эта Спышка гнева Именно Вот здесь Это было Вот в нескольких вещах Я и говорю Что вот этой женщиной Что она говорит Я столкнулась с проявлением То есть гнев Вышел погулять Ну и это нормально Да Потому что гнев Он ведь ну как бы В принципе социально одобряемая В речи формулы берем Причем она была в условиях Храма Где в принципе Предполагали Что выброс Будет И это знали Просто к этому Надо быть готовым И потом она была готова любить Вот эта тема Вот только после вот этого Наверное Да Состояния Мы готовы Да потому что Видите Очень часто Не про работу Все говорят Прости Там Не обращай внимания Забудь Да как забудешь Там все кипит И поэтому Любое красивое чувство Которое попадает Туда оно портится Потому что Осадочек остался Это вот по принципу Кувшина Нужно вот эту шуньяту Внутреннюю пустоту Вымыть Почистить Наполнить ресурсами Ты готов будешь делиться Ну а вот вымыть И почистить Это же еще и про огонь Да Там выжечь Да Вот это все Да И поэтому Мы с вами понимаем Что если к чему-то Стремимся Светлому Хорошему И доброму И если это Да Наш конечный такой вариант То встретиться Со своей собственной Агрессией Это норма Это норма Это очень хороший ресурс Я думаю Но нужно постепенно Бывают знаете Дети очень спокойные Тихие И их начинают Ну заставлять Надо быть там Агрессировать Там или еще что-то Ну чтобы быть энергичным Ну как Мужчины все такие Энергичные То есть тут нужно Отталкиваться от природы Хорошо Спасибо большое Таня А вот еще Последний фильм Есть Бекмамбетова Бенгур Вы наверное знаете Не смотрела Да Там смотрите Там две линии Там идет И линия Иисуса Когда он идет на Голгофу И линия двух братьев Которые Месть Вот это вот Аффект И я думаю Что тут будет Очень ярко Это наверное Очень яркое проявление Двух направлений Спасибо большое Сегодня мы говорили С Татьяной Баданиной С психологом Которая работает В телесно-ориентированной терапии О том где же живут Негативные эмоции Как они прорабатываются Спасибо Было очень интересно Увлекательно Всем здоровья Любви и счастья До свидания Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова